Здравствуйте, уважаемые участники! Это онлайн-конференция «Контейнеры 2021. Форсайт рынка». Неспроста именно контейнеры сегодня в фокусе нашего внимания, потому что все вы представляете этот большой рынок. Однако у него как есть и пределы возможностей, которые говорят, где они, так и есть и положительные тренды. И, безусловно, все это задает сегодня тематику, что контейнеры обсуждаемая тема. РЖД заявляет о новой универсальности контейнеров, поэтому все это обсуждаемо сегодня с участником нашей онлайн-конференции. Позвольте, я представлю всех. Итак, в дискуссию принимает участие Сергей Мальцев, представитель президиума ЕСП, представитель совета директоров, директор по стратегии группы Global Trans. Сергей Владимирович, здравствуйте. В онлайн-формате с нами Алексей Шила, заместитель генерального директора компании «Российские железные дороги». Начальник Центра фирменного транспортного обслуживания филиала компании «РЖД». Алексей Николаевич, приветствую вас. Владимир Варгунин, начальник департамента методологии тарифообразования, экспертизы, анализы и применения тарифов в области грузовых и пассажирских перевозок компании «Российские железные дороги». Здравствуйте, Иван. Также в дискуссии принимает участие Алексей Гром, генеральный директор, председатель правления компании «Отелка ЭРа». Алексей Николаевич, здравствуйте. Александр Исурин, президент, председатель правления компании «Трансконтейнер». Александр, приветствую и вас также. Александр Кокидзе, генеральный директор компании «Фининвест». Александр, день добрый. Также с нами Сергей Калетин, вице-президент, член наблюдательного совета НПОПЖТ. Здравствуйте. В беседе примет участие Сергей Носарев, генеральный директор компании «Котоконтейнер». Добрый день. На связи с нами также Алексей Безбородов, управляющий партнер компании «Инфропроект». Алексей, приветствую. Здравствуйте. На связи с нами будет также Евгений Чаркин, заместитель генерального директора, директор по информационным технологиям компании «РЖД». Чуть позже ждем подключения, уже в моменте. Уже с нами Александр Мискарен, генеральный директор компании «РЖД Технологии». Александр, здравствуйте. Также на онлайн-подключение Лев Кучеренко, руководитель отдела интеграции в Европе «ГТД Солюшн Инкорпорейтед» платформа «Трейд Лэнс». Лев, добрый день. И еще один спикер нашей онлайн-дискуссии – это Валерия Селедкова, генеральный директор группы «Джефко» в России. Валерия, здравствуйте. Коллеги, с приветственным словом сейчас к нам обратиться в РИО руководителя федерального агентства железнодорожного транспорта Александр Иванов. Александр Олегович, вам слово, пожалуйста, и затем вопрос. Уважаемые участники конференции, повестка дня сегодняшнего мероприятия затрагивает актуальные вопросы контейнерных перевозок. Для Минтранса России особенно важно формирование площадки для эффективного диалога и нахождения сбалансированных подходов к вопросам государственного регулирования на рынке перевозок контейнеров. Надеемся, что организатор сегодняшней конференции, недавно созданный Евразийский союз перевозчиков, станет в этом плане значимым элементом экосистемы контейнерных перевозок. По итогам 2020 года мы видим 16-процентный рост контейнерных перевозок. В 2021 году ожидается 10-процентный прирост. Развитие контейнерных перевозок является одним из основных векторов транспортной политики государства. Прогрессирующая тенденция глобализации мировых торговых рынков определяет возрастающее значение российской железнодорожной инфраструктуры, особенно восточного полигона, в качестве трансконтинентального транзитного коридора. В настоящее время государство уделяет большое внимание развитию и модернизации железнодорожной инфраструктуры, в связи с чем утвержден комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период 2024 года, которым предусмотрены мероприятия по увеличению скорости перевозка контейнеров железнодорожным транспортом, в частности, с Дальнего Востока до западной границы Российской Федерации до 7 дней, объема транзита контейнеров железнодорожным транспортом в 4 раза и пропускной способности Байкала-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в 1,5 раза или до 180 млн тонн по отношению к 2017 году. Сегодня необходимо ориентироваться на экологичность, безотказность, надежность, электронные сервисы, импортозамещение, применение искусственного интеллекта и робототехники, что в полной мере относится и к развитию контейнерных перевозок. Крупнейшим рыночным сегментом является маршрут Китая и Европы-Китая, но вместе с тем необходимо учитывать потенциал развития других направлений, таких как Вьетнам, Корея, Япония через порты Дальнего Востока. Считаю, что совместными усилиями мы достигнем поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным перед железнодорожным комплексом задач по четырехкратному увеличению транзитных контейнерных перевозок к 2024 году и выведению нашей страны на литирующие позиции по транзиту контейнеров между Европой и Азией. Спасибо. Спасибо большое. Александр Олегович, позвольте вопрос. Смотрите, вот вы сейчас сказали о том увеличении на 16%, здесь можно добавить, что, допустим, тот же самый транзит по итогам 2020 года рост 34,4%, всего в 2020 году перевезено по сети 5 миллионов 800 тысяч контейнеров. Это все цифры, очень хорошие, заявляются о новых рекордах с точки зрения страны, с точки зрения масштабов и тех задач, которые поставлены сегодня головой государства. Что это все, а в частности контейнеры, их рост, увеличение перевозок дает стране в целом с точки зрения стратегии развития до 2030 года, с точки зрения КПМИ? Вот для чего, зачем? Ну, во-первых, это экспорт, да, во-вторых, значит, мы, высококонтейнеры, значит, они перевозят и высокотехнологичную продукцию внутрь страны нашей, поэтому развитие внутри страны высокотехнологичных предприятий, это тоже будет позволить развиваться. Значит, третье, то, что увеличиваются объемы перевозок, соответственно, увеличивается и обрастает, будем так говорить, вокруг того, что перевозится, и людьми, то есть дополнительные рабочие места, дополнительные производственные площадки, ну и многое-многое другое еще. То есть, получается, это новые возможности. Спасибо вам большое. К вопросу о новых возможностях, Сергей Валентинович, не просто так мы сегодня говорим о контейнерах, мы еще презентуем новую площадку. Как ожидается, да, что эта площадка ЕСП и выразить к Союзу перевозчиков позволит обсуждать вопросы сложные, актуальные, игроков рынка с владельцами инфраструктуры и локомотивной тяги? И подскажите, пожалуйста, вот задача ЕСП, зачем, во-первых, в 2021 эта организация появляется? Ну и, конечно, думаю, что у всех, кто нас сегодня смотрит, кто принимает участие, возникает вопрос. Ну, вроде бы есть же уже, даже не вроде бы, существует. Есть СОЖ, там есть рабочая группа по контейнерным перевозкам. Зачем сегодня выделять такое отдельное направление, как ЕСП, которое будет заниматься конфигурацией именно контейнеров? Ну, СОЖ там у нас, в принципе, задача одинаковая. Это развитие железнодорожных перевозок, развитие рынка железнодорожных перевозок. Но мы на эту задачу смотрим немного шире, чем СОЖ, потому что СОЖ – это все-таки союз операторов и занимается узкопрофильно проблемами оперирования подвижным составом на сети железных дорог. А, собственно, услуга по транспортировке контейнера – это мультимодальная услуга, которая включает в себя взаимодействие как и железной дороги, так и портов, так и терминалов сухопутных, и также цифровых компаний, морских линий и так далее. Поэтому задача, она более широкая, и, собственно говоря, не всегда СОЖ до этих тем дотягивается, и, собственно говоря, в простоте он не совсем под это был заточен. Он выполняет свои функции. Так что, при том, что сейчас этот рынок растущий, рынок увеличивающийся, появляется на нем очень много игроков, то какая-то координация взаимодействия, особенно с ЖД-администрациями и с госрегуляторами, а также со всеми участниками рынка, она стала необходимой. Ну, получается, что вы сегодня можете пообещать тем, кто будут вступать в ЕСП, что этот диалог с естественной монополией, с другими странами, по которым проходит евразийский маршрут, он будет налаживаться, и вы как бы будете неким таким мостиком, связующим звеном, чтобы понимать проблемы, решать их и приходить к некому концессу. Ну, собственно, это одна из основных задач. Ключевых задач на сегодняшний момент. Что можно пообещать сегодня еще участникам? Чтобы просто было понимание самой организации. Понятно, что что-то новое, понятно, что нужно смотреть за тем, как она будет работать, как она будет вживаться в новый формат. Не, ну, что пообещать можно участникам, это то, что мы попытаемся, насколько это, так сказать, будет в наших силах, но очень сильно попытаемся все вместе создать правильную экосистему этого рынка. Хорошо, спасибо. Про экосистему. Алексей Николаевич Шил, мы услышали сейчас одну позицию, а есть еще инфраструктура, и по ней все хотят ехать, в том числе и контейнерные поезда, да еще и с очень хорошей скоростью. Если не ошибаюсь, по итогам 2020 года это 1074 километров, с кем могу ошибаться. Подскажите, пожалуйста, как сегодня российские железные дороги видят возможность взаимодействия с созданной организацией ЕСП? На каких условиях, на каких правах готовы ли вы к этому открытому диалогу? Опыт у вас уже есть в взаимодействии с другими организациями? Да, добрый день. Спасибо, Марьян, за вопрос. На самом деле, мне кажется, сейчас уже сложно представить более открытую организацию, чем российские железные дороги, потому что нас все и вдоль, и поперек всячески изучают и стараются нам помочь с одной стороны, с другой стороны, наверное, найти такие общие решения технологические для взаимной выгоды всех сторон. Ну, первое, конечно, я хотел поблагодарить за возможность выступить на сегодняшней конференции. Я не буду скрывать, что для нас эта площадка очень важна. Я, на самом деле, в продолжение того, что сказал Сергей Валентинович, хотел бы отметить, что, наверное, у нас нет таких площадок, где были бы представлены действительно интересы всех сторон. То есть такая многосторонняя, многофакторная, пожалуй, что площадка, где могли бы коллеги участвовать с абсолютно диаметрально противоположными взглядами. Но в конечном итоге мы от взаимодействия с такой площадкой видим возможности для некой синергии, для координации в конечном итоге действий. Действительно, рынок контейнерных перевозок в нашем понимании, во всех наших прогнозах и наших стратегиях – это быстро растущий рынок. И поэтому здесь абсолютно точно необходимо оттачивать технологии, оттачивать правила, заниматься очень плотно сегодня настройками законодательства, в том числе, потому что, поскольку рынок у нас в стране еще достаточно молодой, по нашему мнению, есть очень много, назовем это так, серых зон, много неурегулированностей. И было бы правильно, чтобы вместе со всеми заинтересованными сторонами мы постарались найти ответы на те вопросы, которые сегодня есть. Вы в своем вступительном слове тоже упомянули, что железнодорожники сейчас говорят про новую универсальность. Я бы, наверное, хотел воспользоваться случаем и тоже ответить или немножко подраскрыть свой тезис на тему новой универсальности. На самом деле новая универсальность подразумевается не только, наверное, и не столько возможность перевозить в контейнерах разные грузы по железной дороге. Все-таки ключевое преимущество контейнерных перевозок для нас – это возможность здесь, с одной стороны, может быть, и конкурировать, бороться за грузы, те, которые традиционно перевозятся автомобильными видами транспорта. С другой стороны, это еще и такая возможность действительно мультимодальные перевозки встроить в работу российских железных дорог. И без контейнеров, по нашему мнению, сделать это будет абсолютно точно невозможно. Наверное, что мы ждем все-таки от этой площадки, я уже начал об этом говорить, мы видим достаточно много проблем, которые сегодня нужно решать. Проблемы эти многообразные, даже вот элементарно у нас сегодня по ощущениям есть дефицит тех же самых контейнеров. И, например, двигать вопрос, чтобы у нас в стране развивалось производство контейнеров, в том числе специализированных, поверьте, сегодня ни одной какой-либо там организации, которая бы этим целенаправленно занималась, мы, по крайней мере, точно не видим. Есть разные попытки, но нам кажется, что этим нужно было бы заниматься системно. Ну и предваряя, так скажем, выступление уже Евгения Игоревича Чаркина, хочу сказать, что контейнерные перевозки для нас – это в том числе и способ оттачивания, да, и получения самых современных цифровых решений. Поэтому вот все, что касается цифровизации, это в первую очередь для нас организация контейнеров и перевозок. Тоже нам есть что здесь пообсуждать с коллегами, есть чем поделиться. Вот, наверное, уже наговорил еще на 3-4 вопроса для меня. Айси Николаевич, а можно в дополнение вопрос? Когда мы говорим о тех рекордах, которые с года в год показывают у нас объемы контейнерных перевозок, все-таки в общем объеме погрузки на сети – это очень маленькая доля. Вы сейчас отметили, что рынок достаточно молодой. Только это является неким сдерживающим фактором. Или у нас есть другие обстоятельства, и, наверное, я могу вспомнить тот вопрос, который сегодня развивают угольщики, да, вот эту конкуренцию с контейнерными поездами, эта дискуссия все больше развивается сегодня в интернет-среде, вообще, в принципе, в офлайн-сообществе. Почему? Почему так? Почему в общей погрузке маленькие? И что будете делать для привлечения? Потому что всякий раз, спрашивая игроков рынка, они говорят экономические условия. Но мы чуть позже, я господина Варгунина об этом спрошу, видим, что они будут, видимо, меняться. Тогда чем привлекать, чем удержать, чтобы в общей погрузке был больше процентов именно контейнерных грузов? Опять, такой достаточно многосторонний вопрос. Постараюсь очень коротко, чтобы полностью там не узурпировать время. Первое, что касается конкуренции с другими грузами. Вот в нашем понимании все-таки такой конкуренции сегодня нет. Конкуренции между грузами, я вот именно это хотел бы сказать. На инфраструктуре. Да, скорее, здесь есть некая конкуренция между технологиями. В нашем понимании все-таки все большим и большим спросом будут пользоваться те сервисы, в которые как раз сегодня встроены контейнерные перевозки. Это точность, это скорость доставки, ритмичность, в конце концов. То есть это вот ровно то, что сегодня могут дать контейнерные перевозки для наших потребителей. И в этом отношении, кстати, я хочу сказать, что и сырьевые грузы тоже начали очень активно прощупывать, использовать возможности контейнерных перевозок. Закончили февраль месяц, я могу уже цифру назвать. Мы угля в контейнерах перевезли 65 тысяч тонн за один месяц. То есть это в принципе технология, о которой еще год назад все говорили так с улыбкой, что это в принципе невозможно. А сегодня, тем не менее, мы видим, что через погранпереходы, грузы в контейнерах, вот контейнерный поезд досматривается с углем в течение одного часа, 50 минут. И, соответственно, это в том числе позволяет нам лучше использовать пропускные способности наших пунктов пропуска. То есть вот такая история. Что мы, соответственно, могли бы сделать сегодня для того, чтобы контейнерные перевозки росли? Несколько аспектов. Первое, конечно, это развитие нашей собственной инфраструктуры. Терминально-складской у нас есть отдельная программа, то, что касается российских железных дорог. Есть такая программа у наших дочерних компаний, которые занимаются так или иначе контейнерными перевозками. Второе, конечно, мы считаем, что сервисы, пока не будет нормального сервиса, говорить даже при самых хороших тарифных условиях, конечно, груз не придет на российские железные дороги. Поэтому мы готовы сегодня рассматривать варианты с какой-то перевозкой еще большей скоростью. Мы готовы рассматривать варианты, когда мы будем возить уже групповые какие-либо, то есть ступенчатые маршруты контейнерных поездов. То есть предлагать те услуги, которые действительно были бы интересны нашим клиентам. То есть сервисы – это вторая часть. Ну и то, что касается тарифов, по нашему мнению, сегодня, конечно, тарифные условия, давайте я так скажу, не оптимальные. Поэтому здесь есть что обсудить, и мне кажется, что мы тоже могли бы здесь некий консенсус с потребителями найти. Спасибо. Спасибо за мостик тарифам. Владимир Николаевич, два года назад на дебатах вы заявили, что хотите революцию в области тарифов. Вы можете здесь сейчас сказать и объяснить очень четко, там, в трех позициях, что вы будете в ближайшее время менять в отношении именно контейнерных перевозок, в отношении контейнерного тарифа, как он изменится. Не про то, что мы всякие раз говорим о том, что вот он там недоиндексирован на 16,5%. Это все уже понятно. Какая-то парадигма у вас уже есть. Выставилось некое понимание, как вы хотите изменить именно тариф на контейнерные перевозки. Что это будет для игроков? Какие вы могли бы обозначить правила будущей игры? Да, конечно, Марьяна, спасибо. Если можно, я с небольшой... Меня хорошо слышно? Да, вас отлично слышно. Презентацию у вас, да? Да, если можно. Конечно. Собственно, следующий слайд. О чем коллеги много говорили, безусловно, рост контейнерных перевозок показывает очень хорошие темпы. Практически с 2015 года мы видим двукратный рост. В основе роста лежат, безусловно, рост в контейнерных перевозках. Причем для нас позитивным, что доля перевозок контейнеров в составе контейнерных поездов растет большими темпами, составляя довольно значительную долю. Поскольку организованный поезд, собственно, это эффективность, это повышение скорости, повышение универсальности для нас. Что бы хотел сказать? Безусловно, контейнера выигрывают по сравнению с другими типами подвижного состава. Это технология универсальности, модальность, но и, собственно, тарифы. Коротко, совсем коротко, поскольку Марьяна задала вопрос больше про будущее, я немножко все же про историю. Потому что это частая дискуссия. Если можно, следующий слайд. Дело в том, что у нас контейнера бывают универсальные и термические. И, к сожалению, мы часто слышим вопрос о том, про их выравнивание, сравнение и так далее. Я просто хотел бы напомнить, что это немножко два разных рынка. Что универсальные контейнера для нас являются тарой, которые производятся, перевозятся, собственно, не скоропортящиеся грузы и не продукты питания, в отличие от термических контейнеров. Эти два рынка, они существуют по определенным своим правилам. И, безусловно, я вот начну с правой стороны, термические контейнера, в первую очередь на них оказывает влияние не перевозка не только в контейнерах, но и, собственно, другими типами подвижного состава. Поэтому в свое время на тонну перевозимого груза были достигнуты сопоставимые тарифные условия. И сейчас эти тарифные условия для нас являются экономически выгодными, что позволяет нам, в том числе в рамках гибкой тарифной политики, принимать тарифные решения по снижению этого уровня тарифа. Что касается универсальных контейнеров, тут есть две вещи, которые всегда отмечаются всеми участниками рынка, что это не зависит от тарифного класса, который перевозится груз, и есть ряд преференций, которые изначально сложились. В 2005 году, когда я начинал заниматься тарифами на универсальные контейнера, могу сказать, что доля их на рынке была незначительна, поэтому был предпринят ряд беспрецедентных мер, которые позволили, в том числе, сформировать тот рынок, который мы сегодня имеем. Мы понимаем, что есть два аспекта. На коротких расстояниях это, собственно, автомобильный транспорт, а на больших расстояниях это морские перевозки. Тарифная политика на сегодняшний день отражает та, которая сложилась, именно эту структуру. Есть коэффициент за дальность, есть разрыв в индексации, вопрос в эффективности для компании этих перевозок в дальнейшем. Исходя из этого, можно следующий слайд. Мы видим еще одну тенденцию, что у нас есть, мы ведем постоянный мониторинг изменения перевозок грузов, мы четко понимаем, где, какой тип подвижного состава превалирует. Мы видим, отмечаем, что не только тарифные решения обеспечили безусловный прирост перевозок в контейнерах, но и тарифы повлияли особенно в отношении перевозок дорогих грузов. В первую очередь это черных металлов, цветных металлов. Алексей Николаевич сказал, что к нам пришли и уголь, но я бы хотел сказать, что у нас лесные грузы первого класса появились в контейнерах. Здесь два аспекта. Собственно, модальность этих перевозок и, безусловно, тарифные преференции. Поэтому в рамках разработки тарифных преференций из краткосрочных задач, если можно, следующий слайд. Мы видим три базовые задачи, которые до, как Марианна хорошо сказала, до управляемой революции должны быть рассмотрены, обсуждены с рынком. И здесь я, безусловно, надеюсь на появление новой площадки с точки зрения того, что мы сейчас создаем проектный офис внутри компании. И, безусловно, я думаю, что одним из основных модераторов этого проектного офиса станет данная площадка. Мы хотим этих коллег привлечь с точки зрения профессионального обсуждения. Что мы видим? Что у нас меняются правила, для нас универсальность как основной критерий, внесены соответствующие изменения в правила перевозок. И мы хотели бы, чтобы вместе с участниками рынка мы повторно вышли к коллегам из антимонопольной службы и определили, что все типы контейнеров могли бы тарифицироваться, даже те, которые сейчас входят в некое промежуточное звено и попадают под повагонную отправку. В том числе танк-контейнера типа СВАП. И это, на наш взгляд, является одной из текущих задач, которая позволит нам дополнительно вместе всем привлечь на железную дорогу дополнительный объем контейнерных перевозок. У нас коллеги продолжают разрабатывать для увеличения скоростей различные подходы, в том числе разработку контейнерных перевозок именно поездами по пассажирским ниткам графика. Мы сейчас совместно... Это потребует, безусловно, появление новых тележек. У нас был научно-технический совет, где определены основные параметры этих тележек. Собственно, для нас это тоже вызов с точки зрения тарифа образования. Мы понимаем, что здесь в основе будет на незанятых пассажирских нитках графика формирование поезда. И мы хотим вместе с коллегами перейти к трехставочной модели тарификации за контейнерный поезд. Мы это тоже активно обсуждаем, в том числе с представителями СОШТа. И я думаю, что новая площадка, которая объединяет производителей, перевозчиков и крупнейших игроков этого рынка, на мой взгляд, может стать в том числе для нас драйвером для решения этих и обсуждения этих задач. Мы для себя эту модель сформировали. Сейчас мы ее цифровываем и будем в ближайшее время готовы ее обсуждать. Безусловно, для нас является вопрос сокращения тарифных преференций. В первую очередь это связано с очень простым вопросом. Дело в том, что у нас тарифная система не учитывает скорость доставки груза. Мы сейчас видим, что скорости значительно изменились. Для этого, безусловно, требуется вложение. Плюс те задачи, которые в свое выступление поставили непосредственно руководители Минтранса и компании, говорят о том, что нам нужен еще инвестиционный ресурс. Но и здесь мы готовы быть гибкими. Потому что мы понимаем, что та экономия сейчас, которая находится, которая дается за счет инфраструктуры, она сдвинута в сторону от компании, которая может формировать для нас инвест-ресурс. И здесь мы готовы как от варианта плоской индексации, так и от варианта дифференцированной индексации по различным поясам дальностей, для того, чтобы не разрушить ту конкуренцию, которая создается с альтернативными видами транспорта, с коллегами дообсудить и со следующего года попытаться реализовать. Для нас это тоже принципиальный вопрос, потому что эффективность контейнерных перевозок для нас является приоритетом с точки зрения, хотя они пока не самую большую долю в доходах занимают, но мы видим, что перспектива очень здесь значительная. Здесь нужно найти тот хрупкий баланс, который позволит, с одной стороны, нам справедливо распределить эффекты, с другой стороны, безусловно, реализовать тот рынок, поддержать который мы столько лет, начиная с 2005 года, поддерживаем, в том числе тарифными решениями. Если можно, и коротко, поскольку текущая задача это краткосрочная, в перспективе... Можно следующий слайд? Благодарю. В перспективе мы сейчас формируем новую модель государственного тарифного регулирования вместе с коллегами из федеральных органов. Мы видим, что те реалии экономические, которые сложились, не совсем соответствуют реальной экономике перевозки. Поэтому мы хотим перейти к более, на наш взгляд, справедливому формированию тарифов, где непосредственно будет сформирована себестоимость, исходя из конкретных маршрутов. Будут учтены технические характеристики, в том числе и скорость перевозки. При этом мы предполагаем сепарировать рынок на две большие составляющие, чтобы не потерять одиночные контейнера. Это формула цены за вагон с контейнерами, чтобы больше привлечь крупных игроков, в том числе и операторов, контейнерных перевозок. Мы думаем, что для формирования контейнерного поезда мы можем тиражировать, которую, как я сказал, на пассажирских нитках мы сейчас испытываем, трехставочную модель за поезд. Ну, если коротко, из новаций все. Ну и, собственно, я думаю, что мы эту историю с коллегами обсудим в ближайшее время. Спасибо. Задавили цифрками, буквами, формулами. Все, как принято в РЖД, прям очень четко, понятно, ясно. При этом массив данных, которые надо, надо еще обрабатывать, очень коротко. Я правильно поняла, что вы хотите вести эти новации, уже опробируйте в году 22-м? Коротко ответ. Первое. Краткосрочная текущая задача – да. Значит, долгосрочная – это более длинная история. Она связана в том числе с возможностью частичного дирегулирования маршрутов. Это 25-й год. Спасибо большое. Сергей Вильцович, из того, что увидели, там было два варианта, которые сегодня предлагают РЖД рассмотреть рынку. ЕСП как участник будущих дискуссий по контейнерному тарифу. Вам какой вариант? Больше за плоскую, вот из того, что вы сегодня слышите, да, от игроков рынка, вашей личной позиции, за плоскую индексацию? Либо вот второй вариант дифференциации, когда мы говорим о направлениях, там, огруженных, порожних контейнерах? Я бы плюс и минус, наверное, не ставил бы ни одной из этой моделей, потому что в каждой из них есть свои плюсы, свои минусы. Вот, в общем-то, плоская модель индексации, она более понятна. Модель, которая, так сказать, точная, она может учитывать логистические особенности рынка, там, по регионам или, там, по транзитным перевозкам, там тоже плюс есть. Но это вопрос такой обсуждаемый, консенсус в этом нужно искать, но плюсы и минусы бы я бы не ставил. Я бы больше просил о том, чтобы любая модель, которая вырабатывалась, она должна быть, ну, по крайней мере, ну, если не долгосрочная, то среднесрочная. Потому что в любом бизнесе самое главное финансовое планирование и, в принципе, планирование своих затрат в пользу РЖД, конечно, было бы большим плюсом. Будем надеяться, что это будет услышано. Коллеги, сегодня мы говорим именно о Евразийском союзе участников железнодорожных перевозок. И вот эта евразийскость до начала конференции очень многие адресовали вопрос, да, почему именно евразийские маршруты. Естественно, сейчас я обращаюсь к Алексею Николаевичу Грому. Алексей Николаевич, какие выгоды сегодня и перспективы именно у евразийского маршрута? Почему он сегодня является именно таким трендом и очень аккуратно подойдет к этому вопросу? Многие пытаются тоже к вам подключиться сегодня, тоже быть рядом с вами, не только там в качестве лизингодателя и арендатора своего подвижного состава. Плюсы именно здесь, помимо политических аспектов. Ну, вы знаете, спасибо большое, Мариана. Я всех приветствую, конечно, в ваших офисах, студиях, домах. Рад видеть вас в добром здравии. Конечно же, мы относимся вот к этому нашему евразийскому транзитному проекту не как к проекту прежде всего политическому, хотя, конечно, и геополитики там хватает. Но, тем не менее, мы все-таки относимся к этому проекту как к бизнес-проекту. И мы видим, что его развитие, которое мы осуществляем, кстати говоря, со многими участниками рынка, которых я вижу сейчас на экране, это дает новые точки роста по очень многим аспектам вообще в принципе контейнерных перевоз. Вы же прекрасно понимаете, что у нас направление запад-восток, восток-запад, оно не в полной мере сбалансировано. И, конечно же, это порождает новые проекты, новые железнодорожные проекты по перевозке контейнеров, импортных, экспортных, внутрироссийских. И мне кажется, уже все оценили и вкус к этим перевозкам, и самое главное, огромную перспективу этих перевозок в будущем. Я хочу сказать, что вот создание этого Евразийского союза перевозчиков, на мой взгляд, это крайне своевременный и современный формат для общения, для обсуждения очень многих тем. И вот одна из важнейших тем, это тарифообразование, о которой говорил только что Владимир Николаевич. Конечно же, мы все прекрасно понимаем, что тарифы на контейнерные, не только на контейнерные перевозки, они могут дать существенное развитие какой-то отрасли, какому-то направлению. И даже наоборот, они могут, неправильное решение тарифное, они могут привести к краху той или иной индустрии. И поэтому, конечно же, мы ждем вместе обсуждения вот этих очень важных тарифных составляющих нашего бизнеса. И нам очень, конечно, нравится, что формат вот этого союза перевозчиков, он именно имеет такой евразийский характер. Нам уже всем понятно, что главное в контейнерном бизнесе – это вопросы интеграции. Мне кажется, что развитие проекта от ЛКР как раз хорошо иллюстрирует, как отрасль может быть ближе, как она может именно создавать совместные проекты и получать, собственно, дивиденды от этих проектов, и получать удовольствие от таких коммуникаций, и получать удовольствие от того, что улучшаются показатели операционные, финансовые. И я еще хотел бы сказать, что вот эволюция, вообще развитие контейнерных перевозок, если мы говорим про Европу, например, или как они называют это, комбинированные перевозки, в которых железнодорожный транспорт, естественно, имеет важнейшее значение, да, она происходила в течение 40 или даже уже 50 лет, когда объем перевозок, он увеличивался практически с нуля до, по-моему, по последним данным, до 300 миллионов тонн, и где железнодорожная составляющая до сих пор где-то находится в районе 20%, но есть амбициозный план по доведению ее в Европе до 30% к 30-му году. Так вот, я хочу сказать, что нам нужно пройти весь этот путь гораздо быстрее. Алексей Николаевич Шилов уже сказал, что индустрия достаточно молодая, и у нас нету шансов, вернее, нету большого времени на раскачку. Я думаю, что мы находимся на правильном пути, и мы связываем вот развитие, мы, вернее, очень надеемся, что с созданием Евразийского союза перевозчиков вот эти вопросы развития, вопросы развития на рынке, и которые, ну вот, с моей точки зрения, не имеют границ, настолько мотивируют, когда ты видишь столько возможностей по развитию, по генерации новых проектов. Вот я сейчас даже находясь в Калининграде и проведя сегодня совещание с портами, с представителями частных и государственных терминалов, и немножечко давая информацию о том, что предполагается, какие вопросы предполагается решать в рамках вот этого Евразийского союза перевозчиков, получил, ну, просто неимоверную обратную связь и такой интерес к этой организации, которая, я надеюсь, будет такой основополагающей и, самое главное, генерящей, опять же, повторюсь, новые объемы, новые направления самого, на мой взгляд, перспективного бизнеса в транспортной индустрии Евразии. Асин Николаевич, если честно, нет сегодня ощущения, что, в принципе, на этом рынке контейнерных перевозок, не будь он внутренний, либо там транзитный, да, в принципе, кажется за себя? Я к вопросу о создаваемой площадке, да, о ЕСП. Вот вы сказали, что хорошо, что создается, потому что будем решать в дискуссии, да, некие вопросы. А нет ли понимания, что, в принципе, так сложилось исторически, что когда каждый сам за себя договаривается, где-то решает, то, в принципе, оно более эффективно? Насколько вы считаете, что сегодня общество игроков рынка контейнерных перевозок открыты для этой дискуссии, что есть одна единая цель, а не разобщенные цели у каждого? Ну, вы знаете, я так скажу, что, конечно, стратегические цели, тактические цели есть у каждого отдельного предприятия, и, конечно, в некоторых вопросах мы можем конкурировать, но нам больше, мне кажется, нужно заниматься поиском совместных решений, совместных, совместных проектов. Понимаете, модель, когда давай сегодня съедим твое, а завтра каждое свое, она, мне кажется, вот в контейнерном бизнесе не очень рабочая. Еще раз повторюсь, вот мы в своей деятельности, в своей бизнес-модели стараемся все-таки быть максимально открытыми и привлекаем к взаимодействию с... привлекаем к взаимодействию большое количество участников рынка перевозок. Мы, по крайней мере, к этому стремимся. Где-то получается, где-то не получается. Но еще раз говорю, что невозможно сегодня на рынке перевозок, которые охватывают, собственно, сегодня всю Евразию, невозможно одному находиться эффективным и в фаворе, как бы, этого движения. Либо мы все победители, либо нам всем нужно сесть за стол и договориться о условиях, о правилах взаимодействия. И я уверен, что тогда результаты будут гораздо лучше и прогноз в будущее будет гораздо ярче. Спасибо большое, Илья Николаевич. Продолжаем нашу дискуссию к вопросу о совместной деятельности, о совместной работе во благо в целом стороны грузовых контейнеров и железнодорожных перевозок. Александр Исурин, прошу вас подключиться. Вот не спрошу, может быть, все ждали, а не спрошу, задам другой вопрос. С точки зрения контейнеризации грузов, когда мы говорим о том, что сегодня там и зерно едет, и уголь тоже едет, да, это некая пробаца, да, это мизерно по отношению к общему объему процент перевозок, но все-таки какие грузы с точки зрения трасс-контейнера сегодня можно еще перевезти в ящики, собственно, за какими грузами в части контейнеризации будущее? Уважаемые коллеги, добрый день. Мариан, спасибо за вопрос. Если позволите, я все-таки про контейнеризацию. Вот хотел бы сначала поговорить, а потом, что в эти контейнеры можно поговорить. Можно включить? Я кратко, я там много уже сказали, я попрошу включить презентацию для того, чтобы было чуть-чуть проще ориентироваться. Следующий слайд. Я хотел немного поговорить, то есть поговорить про цифры, еще раз определиться. Мы не буду идти через все, потому что уже все отметили о перспективах, и почему это надо, и что это нам даст. Вот я сейчас хотел про стратегическую цепь проговорить немного. Она не согласована, понятно, то есть это некий такой математический расчет, чтобы показать перспективу. 10-ти процентный рост железнодорожных перевозок, который ожидается в 2021 году, что озвучил Александр Олегович, и 16-ти процентный рост в 2020 году, ну, позволяет предположить, что в среднем 10% можно расти, чуть больше, чуть меньше. Это 15 миллионов ДФ. Если взять прирост рынка в два раза за последние пять лет, ну, и просто два раза каждые пять лет умножать, если так фантазировать, то это 22 миллиона ДФ. Мы говорим о совершенно взрывном росте, который будет создавать очень большое давление на, в первую очередь, на инфраструктуру. И мне кажется, что многие вещи, я бы обратил внимание, можно следующий слайд, пожалуйста. Вот как раз про физическую инфраструктуру. Мы достаточно много-много говорим и много общаемся, и какие-то решения принимаются, там, восточный полигон, погранпереходы и так далее. Но это самое-самое тяжелое, что можно быстро реализовать. То есть быстро реализовать физическую инфраструктуру очень тяжело. Это намного требует годы. И мне кажется, что вот эта площадка, вот еще к целям площадки добавить, мы говорили, это как раз даже не столько согласование целевых показателей и, возможно, тарифов в моменте, но это именно согласование программы развития физической инфраструктуры для обеспечения роста контейнерных перевозок. Вот я общался с коллегами, если не то, о чем шило, на разных площадках, там, совещания в правительстве. Вот я честно скажу, я вот за физическую инфраструктуру, за достаточно физической инфраструктуры для обеспечения роста контейнеризации, для 10%, ну, предположим, это 15 миллионов УДП, честно сказать, сильно переживаю. И вот это не только реконструкция БАМа и Транссиба, это еще создание инфраструктуры на начальных и конечных операциях. Погранпереходы, это сочленение инфраструктуры порт-железная дорога, это терминалы внутри страны, это терминалы на границе. Я вот еще раз хочу отметить, что вот рост, основной рост контейнерного рынка в процентах, это Китай и Европа по маршруту через Казахстан. И коллеги Алексей Николаевич с командой сделали очень хорошую работу, потому что обеспечили вот этот рост за счет координации между четырьмя-пятью странами. Ну, как раз вот физическая инфраструктура, где меняется, придет переход с Калии, значит, это Казахстан и там Казахстан-Китай и Польша-Белоруссия. То есть мы даже впрямую не имеем влияния на эти терминалы, как я много раз говорил. И здесь, если транзитный потенциал будет реализован и будет исполнено поручение Владимира Владимировича в четыре раза увеличить к 2024 году, то там без малого 2 миллиона ДФ. Если дальше расти, к 2030 году, 4 миллиона. Мы говорим о том, что нужно развивать перевозки в других направлениях. И внутренние перевозки могут быть действительно тем драйвером, внутренние перевозки и экспортные, тем драйвером прироста контейнерного оборота. А для внутренних перевозок вот та инфраструктура, ее нужно добавлять, включая контейнеры, которые говорил Алексею Николаевичу. Мы по как раз строительству контейнеров в России достаточно плотно работаем, но с этим проблемам. То есть в должном объеме ни одно предприятие просто физически даже не готово эти контейнеры сейчас производить. Даже не говоря о каких-то ценовых или технических вещах. То есть это вещь, на которую я бы очень пристально обратил внимание. Что касается тарифной политики, Владимир Николаевич говорил, это вопрос дискуссии, я приветствую эту дискуссию. Где-то мы соглашаемся, где-то соглашаемся. Мне кажется, лучше действительно договориться, чтобы мы могли, как операторы, транслировать новую тарифную политику в рынок. Мое мнение, что, если так говорить о плюсах, о минусах, как приоритет, она должна быть, какие-то долгосрочные правила игры, и она должна быть более понятной и прозрачной. Вот если показать вот эту тарифную слайд с этими формулами обычному клиенту, который перевозит свою продукцию и там очень сильно не думает, максимум, что он понимает, это тариф за контейнер. А лучше на единицу продукции. Когда мы показываем вот эту сложную формулу, нам потом ее тяжело точно так же транслировать в рынок. И говоря о развитии, продолжая вот эту логическую цепочку, говоря о развитии железнодорожных перевозок и привлечении груза с альтернативного транспорта, как, например, автотранспорт, мы сложной тарифной политикой наоборот клиентов отпугиваем. Они говорят, слушайте, зачем нам вот это вот все, когда мы можем работать в софтах и иметь совершенно понятную цену. И еще раз я хочу отметить, я не за то, чтобы не менять тарифы или как-то их не индексировать или в зависимости от спроса предложения реагировать на изменившийся рынок. Я за то, чтобы это было понятно, прозрачно и давало нам время для того, чтобы это обсуждать с нашими клиентами и передавать в рынок. Тогда как реальный участник этого рынка? Александр, поясните, вы за какой вариант? Можно попробовать в презентацию убрать? Это вопрос к стихонарям. Да, пожалуйста, уберите презентацию. Александр, вот с точки зрения реального игрока рынка контейнерных перевозок, вы какой сегодня вариант в обсуждении поддержите? То есть первая или вторая, плоская индексация или дифференциация? Если уже начали обсуждать. Вы за какой? Я могу сказать так, я поддерживаю, ну, мне, я вот скажу, как бы личное свое мнение, которое может не совпадать с мнением реакции, мне более понятен, как рыночный механизм дифференцированной индексации. Ну, мне кажется, это более рыночный механизм. Ну, вот я знаю, что, там, коллеги, общаясь с Владимиром Николаевичем, мы вот, если у нас, у нас есть время до 22-го года какие-то вещи там проработать, ну, скажем так, закрыть, закрыть насущный вопрос коллег РЖД, то есть коллег прям вот неоднократно выходят и говорят, вот мы, нам неинтересно возить контейнеры по этим условиям. Ну, вот если есть такой посыл, то с ним нужно разобраться, как мне кажется, и, ну, как разобраться в хорошем состоянии, то есть как бы решить вопрос, чтобы мы действительно объединили усилия, мы поняли, что если мы хотим достичь вот этих, там, 15 миллионов ДФФ в 30-м году или, там, 20, даже больше, чтобы мы не отвлекались по дороге и какие-то рамки не ставили. При этом я понимаю, что, там, дифференцированный механизм, он может, там, быть не, в итоге, не приемлем, не приемлемым рынку или тяжело реализуем. Вот скажу, скажу так. Вот, если позволите, буквально один, вот, отвечая на вторую часть вашего вопроса, что можно возить в контейнерах? В контейнерах можно возить все. Прекрасный ответ. Вот просто, просто все. И вот за 25 лет, сколько я работаю в контейнерном бизнесе, я видел, что в контейнерах перевозится, ну, то есть, те грузы, которые не шли в контейнерах, они все равно в какой-то момент начинают контейнеризироваться. И мне кажется, уголь, который никогда не возился в контейнерах, ну, не точно, когда там, очень мало возился в контейнерах, 65 тысяч тонн перевезенного груза угля в феврале, это уже показательно. То есть, это много. Это понятно, там, не 100 миллионов тонн, сколько было перевезено в восточном направлении в 2020 году, но... Ну, локальное решение, опять же. Ну, это локальное решение. Александр, последний вопрос. С учетом того, что вы сегодня услышали об организации ЕСП, готовы ли становиться сегодня участником, и, на ваш взгляд, получится ли открытый, откровенный диалог с Естественным Монополием и остальными участниками этого рынка? По опыту прошлых лет. Значит, первое, да, мы готовы становиться участниками, мы подтвердили свою готовность, и сейчас как раз занимаемся тем, как мы управляем наше участие в ЕСП. Диалог с РЖД и с коллегами, он 100% возможен, но он идет, и я уверен, я еще раз говорю, я уверен, что мы, как контейнерное сообщество, будем находить компромисс, несмотря на то, что действительно у каждой компании есть какие-то свои стратегические направления в бизнесе. Но есть еще и одна общая цель – увеличение транзита в четыре раза. Спасибо, Александр, и спасибо за то, что вы как раз в своей презентации прописали, то, что у вас было сказано о контейнерной именно инфраструктуре. Это очень важный аспект, потому что сейчас мы будем переходить плавно к транспортно-логистическим центрам, и это как некая часть вот этой транспортной инфраструктуры. Александр Кахидзе, с точки зрения современности, то, как это выглядит сегодня, как это было раньше, понятно, но сегодня у грузоотправителей свои запросы, мы видим вот эту новую универсальность контейнера, и, как ранее было сказано, опять же, погрузить туда можно абсолютно все, возникает вопрос. ТЛЦ сегодня – это не просто площадка, где там происходит формирование того же самого контейнерного груза или его расформирование. Это еще вопрос хранения. То есть это несколько зон, где совершенно разные задачи. Как вы видите развитие вот этой мультимодальности в отношении именно ТЛЦ? А в чем будет современность транспортно-логистических центров? Марьяна, добрый день. Добрый день, коллеги. Благодарю за приглашение принять участие. Приветствую еще раз всех участников. Вначале хочу отметить действительно положительный момент в создании Евразийского союза участников грузовых и железнодорожных перевозок в таком квалифицированном составе. Безусловно, это очень назревшая тема, и правильно, что ее сейчас коллеги начали создали, и мы как бы планируем активно принять участие в ней. На сегодняшний день контейнеры перевозки являются самым динамично развивающимся сегментом грузовых перевозок на сети железных дорог. РЖД, как нам видится, уделяет огромное внимание вопросам совершенствования грузового процесса, перевозочного процесса. И сегодня мы уже отмечаем такой положительный эффект от этой работы. Повысилась ее сетевая скорость, внедряется цифровой документ оборот, расширяется маршрутизация контейнерных сервисов. Вместе с тем мы с РЖД видим одним из факторов дальнейшего развития контейнерных перевозок, естественно, является ее терминальная обработка за счет создания высокотехнологичных мультимодальных терминалов, крупных транспортных узла. Мы все понимаем, что на сегодняшний день фактически надо создать новую инфраструктуру. Мы цифры сейчас коллеги представили, мы их слышали, мы должны выйти на 15 миллионов ДФЕ и так далее. Понятно, что в них будет 3-4 миллиона – это транзит, но все равно 11 миллионов – это внутренние перевозки, это импорт, это экспорт, это каботажные перевозки. Без современной инфраструктуры, естественно, обработать эти объемы невозможно. Что такое новый ТЛЦ? Ну, во-первых, это его площади, да, они совершенно отличаются от существующих. Это свыше 100 гектаров территория, это прием полносоставных контейнерных поездов. Мы в каждом нашем ТЛЦ, который делаем сегодня и в перспективе будем делать, создаем новый электрифицированный фактически парк станции для приема и отправления контейнерных поездов. Это, соответственно, влияет на скорость обработки. Практически мы сегодня можем говорить о том, что мы можем обработать контейнерный состав за 4 часа, и еще там через пару часов он уже уедет в восточном направлении, что, естественно, для клиента является выгодным. Чтобы делать соответствующие сервисы, естественно, нужна сеть этих опорных ТЛЦ. И сегодня мы активно, мы рядом в прошлой дискуссии рассказывали, подробно останавливались на новосибирском нашем ТЛЦ. У нас ровно так же активность сегодня развивается и Екатеринбургский ТЛЦ, который мы строим. И вот возможность отправления с одного качественного ТЛЦ на другой будет создавать сервисы. И впоследствии будут забираться экспортные потоки и перевозиться в направление погранпереходов или портов и обратно. Поэтому ТЛЦ будет являться здесь основным драйвером в развитии перевозок, именно современных ТЛЦ. Сегодня основными компонентами таких центров будут являться также это складская, таможенная и, как я уже сказал, развитая железнодорожная инфраструктура. Понятно, что на сегодняшний день стоимость этой инфраструктуры достаточно велика. И мы хотели на нашей, вновь, как вы уже сказали, созданной площадке, применительно к проектам создания мультимодальных ТЛЦ, рассмотреть вопрос механизма и защиты частных инвестиций, которые, в общем-то, сегодня у всех на слуху, чтобы РЖД, тот объем, который мы заявляли, могло и вывозить, и, соответственно, перевозить на данные ТЛЦ. Мы здесь будем активно полагаться на созданный Евразийский союз, с его участием прорабатывать данные механизмы, как инструмент защиты частных инвестиций в инфраструктуру общего пользования, позволяющий обеспечить стабильность и прогнозируемость развития проектов по созданию мультимодальных транспортно-логистических центров в Российской Федерации. Кратко, Марьяна, все, наверное. К тому, что вы говорили. Окей, идем дальше. Поясните, пожалуйста, вот вы сегодня говорите о том, что мы можем обрабатывать пользы 4 часа. Это какая-то точечная история. Хочется понять, когда мы говорим о каких-то примерах, можно говорить об их масштабировании на сеть. И что мешает, допустим, применить эту технологию, да, сегодня мы говорим о смарт-терминалах, мы говорим о кроссдокинге, да, вот подвод автомобилей своевременно, да, понятно, что необходимо унифицировать цифровые системы, там, те же автомобилистов, да. Тут железнодорожников, тут еще и портовые мощности. А вот, а сколько вообще, что мешает развить, так скажем, да, в реальном времени, вот эти вау-возможности, чтобы был тот самый эффект, который могли бы там в плюсе оказаться все? Что сегодня тормозит? 4 часа везде, не везде. Почему где-то возможно, где-то это невозможно? От инфраструктуры это зависит, там, от ее износа, от неготовности, от инвестиций, от их размеров, от непонимания долгосрочной политики, опять же. Марьяна, здесь вопрос, естественно, это от инфраструктуры. Естественно, старые или те существующие грузовые дворы, которые были созданы много-много времени назад, они не отвечают сегодняшнему времени, да. Мы с этого начали, наш диалог сегодняшний, я уже сказал, что мы создаем при каждом ТЛЦ абсолютно новую инфраструктуру. Это прием и отправление контейнерных поездов полносоставных, 71 условная. Это дает возможность внутри создавать и внутренние парки, которые помогают в обработке такого объема. Безусловно, кроссдокинг и остальные функции будут неотъемлемой частью, которые будут создаваться рядом в находящихся индустриальных парках. Если взять примеры того, где мы делаем, мы либо создаем ТЛЦ внутри индустриального парка, который уже на сегодняшний день создан, как в Новосибирске, либо это Екатеринбург, где мы делаем ТЛЦ, где на базе его на 500 гектарах появится индустриальный парк. Естественно, туда закладываются и не один миллион квадратных метров новых складов, туда закладывается прием и рев-контейнеров, туда закладывается обработка грузов и создание новых холодильников, обработка любых грузов, любой класс опасности и так далее. Естественно, новая инфраструктура, она дает возможность обрабатывать гораздо больше объем, нежели можно обработать на каком-то соседней станции. К сожалению или к счастью, до начала развития современных ТЛЦ этого никто не делал. Поэтому, естественно, драйвером будет развитие перевозок, как следствие, нужно начальные операции выполнять на современном терминале и погашать соответствующие операции тоже на современном контейнерном терминале. Потому что сегодня мы все видим, что мощности, скажем так, отчасти профицитные есть в портах, отчасти, я думаю, что российские железные дороги в программе закладывают расшивку узких мест, о чем уже Александр Сурин сказал, на погранпереходах. И нам нужно не столкнуться с следующим проблемой, чтобы мы заткнулись, когда мы приехали в какой-то большой город, и мы не смогли обработать там соответствующий объем контейнерных поездов. Поэтому нам кажется, что новая инфраструктура с абсолютно другими потенциальными возможностями создаст возможность обрабатывать гораздо большее количество и объем грузов. Александр, и в финале, вы-то зачем идете в ЕСП? Какие вы видите там свои цели, собственно, с кем и что готовы и хотите обсуждать? Мы готовы обсуждать всю нашу работу с участниками рынка, информировать, вместе принимать решения по тарифным вопросам. Это тоже является немаловажным фактором, потому что в конце концов мы все вместе продаем эту услугу клиентам. И наша цена, она должна быть сбалансированная на рынке вместе с перевозкой. Тут как бы одно от другого не отделить. Опять же, экономические условия. Конечно. У нас был вопрос, каждый за себя или все вместе. А тут я четко могу вам ответить на этот вопрос, что мы только все вместе сможем решить этот вопрос. Спасибо большое. В последних двух ответах был затрон вопрос не только инфраструктуры и ее возможности для перевозки контейнерных грузов, но и прозвучала тревожная нотка в отношении подвижного состава. Я прошу подключиться к Сергею Владимировичу Калейтина. Сергей Владимирович, если мы будем говорить о специализированных контейнерах, в частности, танк-контейнерах, какие сегодня требуются в отношении регуляторики, может быть, решения, для того, чтобы двигать эту тематику на сети, для того, чтобы продвигать перевозку именно таких опасных грузов, потому что это высокодоходная история, опять же, для всех. Как вы считаете, как вы видите развитие этого рынка? И правда, есть некие тревожные сигналы, что мы сегодня, скажем так, по производству можем не восполнить рынок с точки зрения спроса и не дать ему то предложение, которое он будет требовать. Я приветствую всех участников сегодняшней конференции. Очень рад всех видеть. Спасибо, Марьяна, за приглашение и за возможность сегодня сказать о тех проблемах, которые существуют. Но первое, с чего я все-таки хотел бы начать, это, наверное, с того, про что говорил Алексей Николаевич и Александр Иосифович. Это о производстве контейнеров. И как вице-президент объединения производителей железнодорожной техники, и как руководитель комитета по производству грузового подвижного состава, который входит в том числе и производство контейнеров, хотел бы сказать пару слов. Основное, что специализированные контейнера мы сегодня действительно рассматриваем и считаем, что сделали довольно-таки большой шаг в то, чтобы специализированные контейнера появились у нас на рынке. Это контейнера для перевозки ровной стали, это контейнера для перевозки листовой стали, контейнера цистерны, про которые я чуть ниже остановлюсь более подробно, мы сейчас отрабатываем по контейнер-цистерне для перевозки сжиженного природного газа. Много вопросов сегодня решается в части съемных кузовов. Съемный кузов практически мало отличается, чем от контейнера, только, наверное, габаритами, потому что где-то это полтора контейнера, где-то это два контейнера. Для перевозки, съемные кузовы для перевозки, с их кучей грузов, поэтому работа в этом идет, наверное, она не так идет, как хотелось бы, но я надеюсь, что сдвиги будут в лучшую сторону. По производству универсальных контейнеров действительно есть проблема, проблема в части конкуренции с Китаем. Очень тяжело нашим производителям на сегодняшний день пока конкурируем. И нет того объема заказа, который мог бы снизить себестоимость выпускания продукции нашими предприятиями. Ну а теперь пару слов о контейнерах цистернах, о тех проблемах, которые сегодня есть. Я два слова буквально оставлю, если можно презентацию. Первый слайд, пожалуйста. Два слова о том, как развивается этот рынок. Рынок перевозки химических грузов действительно растет. 2020 год в условиях пандемии практически остановил этот рост, небольшое снижение на 0,4%. Но я считаю, что это такой очень неплохой показатель в условиях пандемии. Здесь сыграл и ОПЕК-плюс, и, соответственно, пандемия, ОПЕК-плюс, наверное, в большей степени. При этом мы видим, что сегодня профицит контейнер-цистерн, он увеличился в 2020 году. Мы надеемся, что рынок будет выравниваться в 2021, и последующие годы мы ожидаем все-таки рост в данном сегменте. А следующий слайд. Контейнер-цистерн для перевозки сжиженных углеводородных газов. 2019 год был такой очень критичный. Здесь сработал ОПЕК-плюс, минус 14% к 2018 году. Но при этом, как бы там ни было, 2020 год, тяжелый год, мы все-таки отработали с небольшим плюсом. При этом мы видим, что контейнер-цистерн в Российской Федерации, он сбалансирован, и здесь нет каких-то таких проблем. И, ну, видим в том числе и ставка, она идет ровненько уже не один год. Можно следующий слайд? В чем хотелось бы вот именно остановиться и рассказать о танк-контейнерах, это, конечно, универсальность. В танк-контейнерах сегодня можно перевозить, там есть отдельные для отдельных опасных грузов, свои контейнера, но в большинстве своем в танк-контейнере можно перевозить более 300 наименований грузов. Конечно же, это позволяет ввести мультимодальные перевозки, более легкая перевалка, которая не требует перелива. Но одно из основных – это безопасность и экологичность. Почему? Потому что котел-контейнер-цистерны заключен в защитную раму, что дополнительно не позволяет при каких-то нестандартных ситуациях на инфраструктуре произойти экологические катастрофы. При этом танк-контейнера имеют сегодня тройную защиту. Это те требования, которые сегодня выставляются для всех цистерн. То, что у нас сегодня пока нет, пока это откладывается. Но СНГР это предусматривает обязательно тройную защиту от протечек. Ну и, конечно же, это хранение продукта, которые можно складировать, не занимая железнодорожные пути. Следующий слайд можно? Но, как говорил Алексей Николаевич, у нас действительно есть проблемы с документами, которые регулируют данный вид деятельности. Вот что мы сегодня видим, что сегодня есть по контейнерам или контейнерам для перевозки химических грузов. Это таможенная конвенция, касающаяся контейнеров. Это конвенция по перевозке в морском сообщении. Это соглашение СНГРС, ну и для автодорожного транспорта. Ну и перевозка опасных грузов на железнодорожный транспорт. И хотя, если мы углубимся чуть больше в перевозку опасных грузов, то мы там контейнер-цистернку просто-напросто сегодня не найдем. И у нас никак не регулируется данный вопрос. Можно следующий слайд? Что бы все-таки сегодня хотелось? Мы говорим, что контейнер-цистерна гораздо удобнее для перевозки опасных грузов. Она более защищена, не надо лишний раз переваливать, нет никаких дополнительных выбросов в атмосферу и так далее. То есть плюсов много. Но что сегодня есть? У нас вагоны-цистерны все имеют жестко регламентированный срок службы. Контейнера импортного производства, у нас в большинстве своем контейнера сегодня, контейнер-цистерны, это импортное производство, которое в большей степени берется в аренду у европейских и китайских производителей, не имеет срока службы. И вот что настораживает, что сегодня выбывают вагоны-цистерны с истекшим сроком службы из эксплуатации, и на них место встают не новые вагоны-цистерны, не новые контейнеры-цистерны, а бывшие употребления, европейские, старые, от которых Европа уже отказывается, мы вот этот, не побоюсь этого слова, хлам начинаем завозить сюда. Вот это немножко напрягает, чтобы мы не пришли к тому, что просто-напросто случится какая-то беда с перевозкой опасных грузов. Поэтому, пользуясь случаем тем, что Александр Олегович присутствует сегодня на нашей конференции, обратиться, что, наверное, должно что-то появиться, какой-то нормативный документ, который должен регламентировать эксплуатацию на железнодорожном транспорте, контейнер-цистерн с определенным сроком службы. Ну, опять-таки, сказать, с каким сейчас тяжело, но вот следующий слайд поставьте, пожалуйста. Что хотел здесь показать? Вот смотрите, инциденты, которые происходят на железной дороге с опасными грузами. Вот против. 645 случаев за три года. Это при перевозке в вагонах, в цистернах. И 88 в контейнерах, которые более 20 лет срок службы. А у нас, если посмотреть, вагоны для перевозки опасных грузов, в большинстве своем срок службы 20-24 года. А есть и меньше, начиная с 15, ну, самое большое – 26. Так вот, если обратить внимание, какое количество груза перевозится в цистернах, опасных грузов, и какое количество груза перевозится в танк-контейнерах, то, как бы, статистика сегодня не в пользу танк-контейнеров. С одной стороны, я, наверное, не должен это говорить, а должен, наоборот, сказать, как хорошо перевозить в танк-контейнерах. Но статистика немножко говорит об обратном. И опять-таки, контейнера, цистерны, которые до 20 лет, всего три случая. То есть новые танк-контейнеры, которые сегодня работают на сети железных дорог, с ними инцидентов практически нет. В 2020 году ноль. Ни одного инцидента. Поэтому хотелось бы, чтобы у нас появились новые правила. Я полностью поддерживаю то, что сказал Алексей Николаевич. Правила должны для перевозки опасных грузов в танк-контейнерах появиться. Должна быть нормативная документация. И вот, ну, должен быть, наверное, прекращен ввоз старого, еще раз говорю, не побоюсь этого слова, хлама, с Европы в Россию. Мы должны производить свои танк-контейнеры, мы должны производить свои контейнер-цистерны и выпускать их на сеть железных дорог Российской Федерации. Сергей Владимирович, вы начали с того, что сказали, все не так хорошо, как хотелось бы. Причины понятны здесь, не выдерживают российские производители конкуренцию в ценовой политике с теми же китайскими танк-контейнерами. Скажите, пожалуйста, а вот задел на будущее, он какой? Уже сегодня, с учетом, ведь проблема не нова, она там ни первый, ни второй год. Уже есть какой-то задел мощностей российских производителей, насколько они будут конкурентоспособны, и все-таки возвращаясь к операторам. Ведь они бегут за это дешевизм не просто так, потому что как бы вопросы окупаемости, и понятно, что частный сегмент, безусловно, он сам себя кормит. Это очень важный аспект. Как здесь в этой ситуации быть? Насколько сегодня российские производители по адекватной цене, с адекватным качеством готовы предложить что-то рынку? И уверены ли вы, что тогда количество вот этих инцидентов на сети действительно снизится? Если говорить о части универсального контейнера, то я думаю, что практически любое предприятие сегодня готово будет взяться, которое выпускает тот же самый полуровод. Нет там больших проблем. Перепрофилироваться. Для того, чтобы перепрофилироваться. Но мы сегодня действительно не можем конкурировать с Китаем в связи с тем, что объем выпускаемой продукции Китаем и объем, который заказывается у нас, они абсолютно разные. И, естественно, потребитель выбирает более дешевого производителя для того, чтобы оказать более дешевую услугу на рынок. Что касается, опять-таки, специализированных контейнеров, здесь мы немножко идем чуть-чуть впереди. Я не говорю, что на несколько шагов, но на полшага точно идем впереди в связи с тем, что есть свои российские разработки специализированных контейнеров. Для той же рулонной стали, для той же листовой стали. То есть того, чего нет у других. Поэтому это востребовано. Сегодня этим занимаются. Сегодня занимаются съемными кузовами. Они показывают себя очень востребованно. При этом, если посмотреть на разработки, которые есть в подвижном составе, если их объединить, то есть это сочлененные вагоны. Сочлененный вагон, то есть это уже не 4 оси, это 6 осей, но везет он ровно в 2 раза больше. Это опять-таки 25-тонные вагоны сочлененного типа, которые могут ввести 3 кузова вместо 2. Вариант, вариант. Сегодня над этим занимается Титлинский вагоностроительный завод. Я считаю, что они продвинулись довольно-таки далеко вперед. И сегодня есть у них заказы уже с Европы. Поэтому нам, нашим операторам, нужно тоже к этому подвигаться. Спасибо большое, коллеги. Мы ускоряемся. В газовом сегменте, говорите, газовом сегменте, сочлененная газовая система сегодня есть работа. Рабочая история. Сергей Валентинович, коротко. Вопрос эксплуатации такого подвижного состава. Готовы сегодня на площадке ЕСП обсуждать столь узкоспециализированные, специфические вопросы? Конечно. То есть они тоже будут в фокусе внимания, однозначно, чтобы игроки тоже понимали. Даже на старте формирования компании, которые вступили уже, являются уже участниками нашего ЕСП, они как раз владеют парком танк-контейнеров и контейнеров для перевозки опасных грузов. Переходим. Мы не сегментируем этот вопрос перевозки. Не разделяете, да? Да, на универсальные контейнеры тяжелые контейнеры. Сергей Носарев, Кота-контейнер. Как раз-таки говорим сегодня о новых возможностях. Сергей, должны мы чуть быстрее двигаться в темпе своем. Если очень-очень коротко, скажите, пожалуйста, какие новые возможности сегодня для насыпных грузов предлагает Кота-контейнер? И это российская разработка, это некая там сублимация с иностранными игроками. Что вы предлагаете сегодня? Какие возможности? Нет, меня хорошо слышно? Да, вас слышно. Коллеги, добрый день. Это абсолютно разработка российская, без всякого участия кого бы то ни было. Я попрошу организаторов все-таки включить нашу презентацию. Я хочу мало говорить, а показать картинки. Отлично, да. Все уже устали. Организаторы, пожалуйста. Говорите пока, начинайте. Презентация в работе уже, загружается. Хорошо, замечательно. Вот, эта презентация есть. Вы ее видите? Отлично. Да. На первом флайде вы видите достаточно необычный контейнер. Тем не менее, это контейнер ИСО. Абсолютно всем требованиям ИСО совпадают. Удовлетворяющий. А нижние люки, которых никогда не было в ИСО и в ГОСТ, в течение двух лет внесены нами и в ГОСТ-Р, и в большой международный стандарт ИСО. Мы получили новые коды, и это ИСО-контейнер. Ну, разумеется, КБК, но также ИСО. Значит, мы хотим перевозить, хранить и переваливать. Это три функции. Навалочные институтные грузы, удобрения, калий, серость, сода, зерно, полимеры и тугун, справа, буквы мелкие. Акатыш, ГБЖ, минералы, рудоконцентраты, твердые белтовые отходы. Это не все. Три компонента у СИКТО. Контейнер, вы его видите. Спредер, это небольшое белое сооружение прямо над ним. И платформа, которую пока увидеть не получится. Значит, три функции. Вагон, склад, грейфер. Здесь РЖД и лучшие люди контейнеров мира. Что такое вагон, все понимают. Как мы можем заменить полувагон и хоппер? Изображено в левой части картинки. Примерно так же, как два там контейнера заменяют цистерны. Как на контейнерном терминале можно выложить стеки из калий, удобрения, чугуна? Ну и, наконец, необычная история, может быть, в максимальной степени. Это то, что наш контейнер, он же грейфер. 32 кубометра, 37 максимальная его вместимость. Это грейфер, ну, скажем, с довольно бодрыми характеристиками. Панамакс можно погрузить за двое суток. Значит, вот видео, показывающее, как, собственно, спред открывает люди контейнера. Вот. Кстати говоря, вот тот контейнер, который в кадре, это сертифицированный контейнер, который выполнял перевозки по сети. Затем история выгрузка переворотом. Мы сделали в 2016 году контейнер для выгрузки переворотом. Глубоко проникли в особенности этой технологии. Имели теснейшие контакты с лидером этого рынка, компанией «Ромспредерс». Отказались, поскольку поняли, что нужна нижняя выгрузка. В 2017 году два контейнера. Тот, что подальше для чугуна, тот, что поближе для удобрения зерна. Сделаны прототипы без попыток сертификации в морском регистре. Так, в 2018 году, наконец, серийный контейнер, который вышел на сеть. И «Спредерс», который мы разработали сами. Очень короткий срок, сертифицированный по ТРТС. Ну и, в общем, мы поехали. В 2019 году начались перевозки по сети. Ну, благодаря помощи многих грузовладельцев. Это и «Фасагра», и «Уралхим». Но «Уралкалий» предоставил нам эту возможность повозить самый злой груз из тех, что бывает в копию. Это «Калий». Там все. И агрессия коррозионная, и слеживание, и конденсат, и все. Мы поехали с «Калием». Вот на ряде картиночек видно. Слева внизу, как мы погрузили «Калий» в Соликамск. Точно так же, как он грузится в «Хопперы». То есть у нас люков даже больше, они даже шире. Персоналу, собственно, на «Соликамск-2» понравилось грузить. Как выгружается? Это средний кадр. Ну, поскольку все-таки пока мы не могли въехать в цеха, мы просто выгружались. Вот, видео выгрузки «Калия». «Калий» очень пылящий груз. Сейчас около 8 метров в секунду ветер. Вы увидите, как тут развиваются некоторые вещи. Пыли – ноль. Причина проста. Мы не летим по воздуху, мы скользим по склону. Пыли нет практически вообще. Налипаний нет. По актам ДБТ остатки 10-15 килограмм. В одном контейнере 10, в другом 15. Это доли процентов. Вот. Скорость, ну, мы хорошо понимаем, какая она. В данном случае грузили, может быть, чуть медленно. Но за 10 секунд мы всегда выгрузим любой груз. Чугун в свое время на площадке у Ручермен вылетел за 2,7 секунды. Вот в 20-м году, наконец, мы осознали важную вещь. Ну, все это понимают. При перемещении груза второго тарифного класса из хопера или полувагона в контейнер происходит некое тарифное чудо. Оно нас смущало. И мы занялись решением этой проблемы. Мы понимали, что мы должны быть полезны РЖД. Вот. Путь для этого только один – увеличить грузоподъемность контейнера. Мы замахнулись на 41 тонну брутто, исходя из того, что самая легкая платформа – это 18 тонн. 82 грузоподъемность на 25 осяр. Делим пополам – 41 тонн. Вот на фото пятая модель нашего контейнера, которую мы делали уже с целевой аудиторией ВИЦ. Ну, собственно, ЦИР, разумеется, ЦПТО, ЦТЕХ. Мы, в общем, старались уже для железнодорожников. Вот. И на контейнерном терминале «Шушары» в октябре прошлого года прошли техопробования. Даже два успешные, с грузом, без груза. Вот. И, собственно, вот о чем идет речь. Вот это «Хоппер» наверху. 14-720 длина по 7 цепки. Стандартный 71 условный, 67 вагон. 76 тонн максимальный. Это лучший «Хоппер» на рынке. 5 092 тонны груза в поезде. Копта – 13,052. Очень короткая 40-футовая платформа. 76 вагонов в поезде, на 9 больше. 74 тонн груза, чуть меньше. Итоговая масса груза в поезде – 5,624. Это пресловутое увеличение. Провозной, пренеизменный, пропускной. Это увеличение полезной погонной нагрузки, ну, как мы знаем, за которую всегда, не знаю, там, давали герои соцтруда в разные времена по-разному. Вот. Это 10% по весу груза в поезде. Как нам кажется, затраты РЖД формируются на поезд. А доходность формируется с потонного тарифа. Мы рискуем утверждать, что при врезке одного и того же груза в поезде из «Хопперов», ну, понятно, это Тихвинский 70-тенник, и на короткой и легкой платформе в тяжелых контейнерах Кота, РЖД получит на 10% больше провозной планы. Та же история, ну, та же история с, собственно, полувагоном. Вверху лучший на 25-х осях прекрасный полувагон, он чуть покороче Копера 13-920, у нас те же 13-52, и в итоге 5-325 грузов в поезде, или 5-700 в поезде. Сергей, позвольте, пожалуйста, я вас перебью, у нас время ограниченное. Очень видны хорошо плюсы для российских железных дорог. С точки зрения грузоотправителя, назовите самый главный плюс, который он получает, он тоже важный участник этой перевозки. Для грузоотправителя, того же калийных удобрений. Смотрите, если это производители удобрений, то у них критически не хватает балкерных терминалов, а на некоторых направлениях, как то Дальний Восток, как то Дальний Восток. Их нет вообще от слова нет. Мы считаем, что используя явно выраженной немалой свободной мощности контейнерных терминалов, вот на фото вы видите, лучший, на наш взгляд, на Бронко. Мы с ним работаем уже пятый год. Вот. Вы видите, красненькие четыре плашечки внизу, это 82 тысячи тонн удобрений склад, который на фоне Бронко выглядит как клякса. Понятно. Здесь хранение. Извините, просто время. Надо идем дальше. Спасибо большое. Технология понятна и, главное, ясны выгоды для всех. Алексей Безбородов. Алексей, не кажется ли, что вот с учетом того, что мы сегодня все слышим, на самом-то деле получается плюсов очень много, но проблем вагон и маленькая тележка. Если очень коротко, на три минуты, с точки зрения контейнерного рынка, возможности, которые есть на внутреннем сообщении, на транзитном сообщении, больше все-таки каких-то положительных моментов, или действительно в ближайшее время, с точки зрения изменения тарифной политики, каких-то регуляторных моментов, мы можем упереться в какой-то дисбаланс, когда сети, ее возможности, да, они будут не справляться с запросом грузоотправителей, или там поменять тарифную политику, это тоже будет, может быть, для кого-то невыгодно, для кого-то выгодно. Алексей, краткий обзор, пожалуйста. Да, презентация пусть в качестве заставки будет, хотя можно вернуть и меня, если какие-то минуты, я лучше так быстро договорю. Меня слышно, да? Да, очень хорошо слышно, слушаем. Значит, первый момент. Ни в коем случае мы просто оборачиваемся на прошедший год и понимаем одну смешную историю, что ни один из крупнейших западных консультантов не угадал в своих прогнозах ни Кларксон, ни Макинзи, ни Модис, ни Дрюери. Никто не угадал в своих прогнозах, даже давай в мае 2020 года на 2020 год. Проехали, не угадали. Что касается российского рынка, у нас идет активная концентрация, у нас происходят жесточайшие новые, пристереди конференции войны, которые на фоне каких-то мифических пропускных способностей и конференции с угольными операторами покажутся нам, в общем, достаточно смешными историями, потому что у нас формируется где-то с десяток групп влияний, из которых понятно, что этот трансконтейнер, так сказать, с обновляющейся стратегией, это РЖД бизнес-активы с новой стратегией, это ВТБ, которая с замахом на ФЕСКО, еще десяток, плюс все WCGM с логопером, плюс Майерск с сухопутной своей новой стратегией, которую они пока не гененонсировали, плюс очень амбициозные компании, Евросип, Максима, Трансэнергия. Все эти компании двигаются, это только в Heavy Assets, а есть еще Light Assets, где активно двигается РЖД-логистика, так или иначе в виде экспедитора, где всячески веб активно участвует, где даже Академия наук Российской Федерации дает советы, и в РЖД ее порой даже служат, хотя советы, надо сказать, достаточно странные порой бывают. У нас впереди много событий, у нас впереди, ну на самом деле, много стратегий, но тут проблема одна, главное, да, писать стратегии, когда у тебя рост 15-20% по разным сегментам рынка, это без проблем, это все красиво могут написать, и все красиво пишут. Вопрос, что мы будем делать с этими стратегиями, если завтра, послезавтра, останется, условно говоря, рост только в транзите, а все остальные росты остановятся. Этого ответа у нас нет, а у нас есть масса примеров тому, в первую очередь, скажем, на Финском заливе, когда уже идет, там, 12 лет стагнации, у нас есть сейчас Дальний Восток, у нас есть пара еще примеров, но по сути, на сегодняшний день мы пришли к ситуации, когда все игроки сейчас будут смотреть, скажем, на Росатом и его дальнейшие действия, а его действия пока не совсем адекватные, что будет делать, скажем, ну вот, вновь создаваемое объединение перед лицом Росатома, который пишет свои стратегии по развитию контейнерного рынка, вообще не обрядливается для того, он даже на своих подшерпных акционеров, в смысле, субакционеров в глобал курсе даже не смотрит, лишь принимает решение, как ему хочется и идет какие-то совершенно безумные прожекты. У нас огромное количество вещей, которые требуют пересмотра социального, стратегического, на это никто пока не смотрит, пока мы будем конкурировать в ближайшие три года друг с другом, каждый друг против друга, и для этого мы объединились в ЕСП, будем слушать все друг дружку и будем конкурировать при этом друг другу. То есть поддерживаете ЕСП, создание организации, как-то открытого формата. но и, конечно же, информационных технологий. Вот с точки зрения цифровых сервисов, ведь необходимо еще и повышение здесь именно диджитал ресурсов для развития контейнерных перевозок. Как сегодня российские железнодороги работают над этой проблемой, что уже есть для улучшения цифровки и контейнерных перевозок, и какие предложения будут в будущем? Добрый день, Марьяна, добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо, что пригласили конференцию, регламент которой я вам указываю, что она проходит по принципам agile. Коротко остановлюсь на практике, инициативу, которую мы реализуем в рамках стратегии цифровой информации. Если поставить презентацию, я думаю, это может быть поможет детальнее понять, что у нас происходит. Напомню, что основные направления наши работы определены совместно с нашими заказчиками стратегии цифровой информации до 2025 года, и, конечно, ковид в этом году стал для нашей компании серьезным стресс-тестом, который позволил во многом оценить правильность того пути, по которому мы шли, и проверить компанию на прочность. Точно могу сказать, что мы справились. Сделанная компания за последние предыдущие три года позволила нам адекватно, эффективно и быстро адаптироваться под новые условия и серьезно смещить последствия пандемического удара для отрасли. И могу сказать, что сегодня клиентами и сотрудниками компании как никогда востребованы полноценные цифровые коммуникации, дистанционная работа, бесшовные перевозочные технологии, решение от двери до двери и электронный документ, оборот. И о некоторых конкретных результатах я немножко подробнее расскажу. Следующий лайк поставьте, пожалуйста. Для эффективной реализации стратегии цифровой трансформации безусловно необходимо детальное понимание возможностей, которые предоставляют современные перспективные цифровые технологии. И могу сказать, что мы не просто внедряем отдельные проекты, в ходе этой работы мы формируем так называемые озера данных по четырем типам объектов это инфраструктура, это объекты движения, тягово-подвижной состав, процесс управления и внешнее воздействие. И объединяя эти элементы в единое целое мы получаем на выходе цифровой двойник железной дороги, то есть точную цифровую модель реального мира с анализом текущего состояния объектов и мониторингом изменений, которые происходят. И в рамках этого процесса мы активно работаем над внедрением технологии виртуальной дополненной реальности процесс компании. В первую очередь это затрагивает процесс обучения и поддержки линейных сотрудников, которые работают на объектах энергообеспечения автоматики и телемеханики. И многие задачи организации беспилотного транспорта в ходе нашей цифровой трансформации решаются с помощью технического зрения и в рамках реализации данной технологии мы оборудовали по этой технологии 10 мировых локомотивов на станциях Лост и Кенель и система позволяет увеличить рост пропускной способности сортировочных станций за счет снижения аварийности и повышения этапичности работы. Ну и ядром создаваемой нами платформы оператора львин инфраструктуры является единая комплексная северная система управления инфраструктурой. В данное время она обрабатывает более чем 25 миллионов объектов и новые компоненты, которые позволяют дополнить и развить существующую систему использовать технологии интернета вещей BIM, то есть цифровое моделирование и обработку больших данных. Следующий слайд. В рамках цифровой информации мы работаем над формированием набора цифровых сервисов, которые построены на технологиях искусственного интеллекта. Я уже об этом начал говорить и среди них и система технического зрения и комплексные системы диагностики состояния объектов инфраструктуры, распознавание и классификация замечаний машинист, интеллектуальная поддержка принятия решений и программный робот. То есть целый набор технологий, которые сейчас нам представляет искусственный интеллект. И уже есть реальные результаты, которые подтверждены заказчиками в качестве эффектов, такие как снижение простоя транзитного вагона, в среднем на 20% на пилотном внедрении экономии от уменьшения накладного времени локомотивных бригад, увеличение участковой скорости на 0,7% и так далее. И это все внутренняя эффективность, которая напрямую влияет на минимизацию потерь непроизводительных фрамов нашей деятельности, а соответственно на себестоимость и конкурентоспособность грузовых перевозок. И конечно мы ожидаем очень серьезный эффект, при масштабировании данных технологий. Следующий слайд. Если говорить о наших клиентах, то в развитии сервисов клиентских на первый план мы поставили технологии бесконтактного взаимодействия, которые позволяют минимизировать влияние человеческого фактора и снизить риски для здоровья наших клиентов и сотрудников компании, которые для нас являются внутренними клиентами. И мы видим очень хорошую реакцию рынка на данные сервисы по росту популярности электронной торговой площадки, грузовой перевозки, личный кабинет клиента и целый ряд других сервисов цифрового взаимодействия с нашими клиентами. И мы понимаем, что эти наработки останутся востребованными безусловно и после окончания пандемии. Следующий слайд. В логику бесконтактного взаимодействия хорошо вписались и технологии распределенного реестра и смарт-контрактов. По заказу наших партнеров из ЦИФТО мы обкатали в пилотном режиме на Октябрьской дороге систему смарт-контрактов в транспорт институтском комплексе, который основан на технологии блокчейн. Результаты пилота показали возможность и целесообразность применения этой технологии в целом на сети. И работа по проекту продолжается. мы расширяем охват перевозочного процесса и состав участников системы блокчейн по форме блокчейн. Кроме того, мы ведем проработку применения аналогичной технологии для отслеживания контейнерных грузов, которые следуют по маршруту Китая и Европы-Китая с участием наших иностранных партнеров в лице китайской, казахской и белорусских коллег. Следующий слайд. Также мы ведем серьезную работу по повышению прозрачности перевозок и с использованием в том числе электронных навигационных пломб на основе технологий ГЛОНАСС. И открытие транзита санкционных товаров стало стимулом роста контейнерных перевозок через Россию и возможностью для логистических компаний в период пандемии коронавируса получить дополнительную загрузку новых крупных грузоправителей в Азии и Европе. и на текущий момент времени уже 10 железнодорожных пунктов пропуска через российскую границу оборудованы технологией навешивания и снятия соответственно электронных пломб. И также в настоящий момент времени мы рассматриваем выход на рынок транспортно-анкетических услуг Азиатско-Тихо-Агентского региона в сегменте контейнерных перевозок, а именно организацию транзитных мультимодальных перевозок и в этом плане мы очень серьезно смотрим на потенциал проекта Интертран и мы очень ценим высокую оценку и высокий интерес клиентов к сервису который был создан который позволяет сопровождать перевозку контейнера электронными данными на всем пути исследований и обеспечить необходимой электронной информацией не только заинтересованных лиц но и государственные контролирующие органы что делает перевозку полностью прозрачных и сегодня по проекту Интертран осуществляются безбумажные мультимодальные перевозки грузов из Владивостока на железнодорожные станции Российской Федерации такие как Силикатная Кольцова Ховрина Новосибирск Восточный Базаиха и никто могу сказать на данное время не имеет подобного сервиса включая альтернативные виды транспорта и с августа прошлого года безбумажным интермодальным перевозкам по технологии Интертран подключилась Беларусь и сегодня мы начали переговоры с польскими коллегами и также формируются совместные планы с Калининградской железной дорогой Уважаемые коллеги в завершении хотел бы отметить что для успешной цифровой трансформации только технологий конечно недостаточно и крайне важный аспект цифровой трансформации это формирование новой цифровой культуры в компании и создание критической массы сотрудников которые владеют вот этими новыми технологиями которые участвуют в проектах а также в поиске новых возможностей цифровой трансформации и масштабирование этого опыта в компании но и безусловно то что уже коллеги говорили здесь крайне важно совместная работа с партнерами мы прекрасно понимаем что в одиночку даже такая крупнейшая компания как РЖД достигнет успеха конечно но он будет таким серьезным как общий успех всей экосистемы то есть российские железные дороги холдинг и наших партнеров поэтому еще раз уважаемые коллеги призываю всех к взаимовыгодному сотрудничеству тогда точно совершенно успех у нас будет существенно выше большое спасибо а говоря о взаимовыгодном сотрудничестве вопрос был тоже ранее из чата готовы ли сегодня вы консолидироваться объединяться в своих цифровых возможностях с морскими перевозчиками если можно очень коротко чтобы клиенту было проще оформлять ту самую грузовую перевозку безусловно да и здесь я могу привести пример тоже систему которую мы построили на базе технологии блокчейн которая объединяет пилот на Октябрьской железной дороге железную дорогу и порт и со стороны портовиков я вижу очень серьезный интерес в этом плане мы имеем конкретные и очень хорошие амбициозные планы по масштабированию соответственно я абсолютно уверен что и для морских перевозчиков это также интересно и в том числе могу отметить то соглашение о сотрудничестве мемораном который мы представили с компанией Мэрск поэтому мы не только абсолютно готовы но и мы практически идем в этом направлении спасибо большое мы у них позже спросим и сейчас к нашей беседе подключается Александр Мискарян реальный директор компании РЖД технологии Александр тема вашего доклада крайне сложна применение технологии интернет вещей и машиносчитываемой маркировки для процессов контейнных перевозок если очень подробно чтобы было понятно всем кто присутствует в рамках этой дискуссии и кто нас слушает скажите пожалуйста что будет сделано для развития контейнных перевозок и как сам интернет вещей поможет их продвигать извините извините мы вас не слышим Александр вас не слышно пожалуйста включите звук разумеется не слышно я же не включил микрофон и у вас 3 минуты на жесткий регламент под конец дискуссии хорошо я постараюсь совсем коротко РЖД технологии является проектным офисом цифровой трансформации и вот в том числе внедрение сквозных технологий о которых сказал Евгений Игоревич в своем выступлении мы организовываем в той части которая за нами отнесена в частности мы реализуем на сегодняшний день два проекта это во-первых реализация скажем внедрения интернета вещей масштабная и технологии маркировки машиносчитываемой вернее маркировки необходимо отметить что без скажем этих технологий у нас не будет данных из ну в режиме реального времени так скажем да то есть мы будем понимать что там и искусственный интеллект и другие технологии работы с данными будут работать только с историческими данными с одной стороны которые получены когда-то и с другой стороны теми данными которые не получены в режиме онлайн то есть введены руками или получены путем интеграции те данные за которые мы не можем отвечать то есть собственно говоря ну дальше значит чтобы нам упростить все это и укоротить ну вот собственно по поводу интернета вещей на сегодняшний день Минтрансом России начато строительство федеральной сети транспортной телематики работающей по российскому протоколу XMB на всех основных магистралях и оператору клонаста им выделен необходимый частотный ресурс вот наш проект он позволяет собственно позволит вот этим вот отечественным форматом пользуясь разработать устройства необходимые для железнодорожного транспорта в том числе для контейнерных перевозок мы выделили на сегодняшний день выявили потребность там более 1,7 миллиона устройств и потребуется строительство более 7,5 тысяч базовых станций в рамках проекта Минтранса при этом собственно если ну и маркировка это RFID метки штриховки и разные другие способы как бы ну собственно извините за тавтологию опять таки маркировки да которые можно считывать например теми же самыми датчиками интернета вещей то есть если на контейнер установлен соответствующий датчик он может считывать те метки которые внутри него находятся с тем чтобы например можно было ответить на вопрос о том находится ли все время которое положено необходимый груз внутри контейнера собственно мы понимаем что сейчас можно говорить уже о цифровом двиннике контейнера то есть это Евгений Игоревич сказал о цифровом двиннике инфраструктуры и всего что с ней связано вот мы более подробно с помощью датчиков интернет вещей и машинно-считывая маркировки можем говорить о цифровом двиннике контейнера контейнер может стать самостоятельным умным элементом транспортной системы прежде всего наиболее ценные грузы находящиеся внутри контейнеров нужно будет оснастить отдельным автоматизированным устройством сбора данных но имеется устройство работающие по технологии интернет вещей с автономным питанием а протокол XNB позволяет таким устройством работать до 10 лет без подзарядки без обслуживания особого и прочее менее ценное отправление можно маркировать бесконтактными радиочастотными метками по технологии RFID то есть там питание им не требуется это просто физическая определенная конфигурация проводника который создает возможность считать себя и понять что именно считано при этом оснащение самих контейнеров бесконтактными считывателями радиочастотной маркировки с автоматизированными устройствами сбора данных на основе технологии интернет вещей позволит обеспечить передачу сводной информации о перевозимых единицах груза то есть контейнер как я уже говорил сможет сканировать и передавать информацию не только о том что происходит с ним самим но и с тем что происходит с конкретной единицей груза своими реквизитами и характеристиками ну естественно о среде внутри контейнера если это важно для грузоотправителя грузополучателя понимать что там внутри контейнера происходит температурой влажностью и другими условиями если это действительно необходимо то есть мы обеспечиваем мониторинг не только на уровне контейнера но и работаем внутри него отслеживая все грузы внутри по крайней мере так как это сейчас планируется интеграция информации о состоянии грузов позволит обеспечить не только сквозной документальный контроль оформления и прослеживания грузоперевозок в рамках единой цифровой транспортической среды, но и предоставление грузопроводителям доступа к информации в режиме реального времени, что на сегодняшний день крайне востребован. Уважаемые коллеги, безусловно, мы сейчас говорим в рамках форсайта, то есть это некое видение, для комплексного воплощения в жизни этих предложений предстоит сделать еще очень многое. То есть многое сделано, еще очень многое предстоит. Моей задачей было показать, что с точки зрения развития технологии уже сегодня можно формировать и предлагать рынку принципиально новые транспортные продукты в контейнерном сегменте, в том числе с помощью дополнительных элементов, таких как датчики интернета вещей и машиносчитываемые метки. Мы, разумеется, готовы к сотрудничеству в рамках этого направления. Спасибо за внимание. Спасибо огромное. Коллеги, а подскажите, пожалуйста, господин Баргунин с нами на связи. Владимир Николаевич, вы здесь? Да, конечно. А можно вопрос? Вот сейчас очень красиво все было сказано про умный контейнер, а грузоотправитель, грузовладелец, он за это тоже должен будет заплатить? Вот эти умные вшитые вещи, вы в тариф тоже вшиваете, что чем умнее этот контейнер, чем больше он чипирован, чем больше информации. Вы эту информацию будете продавать? Или вы будете, как сегодня в ряде интернет-ресурсов, информация бесплатно предоставляется? Или электронные вот эти вещи, они тоже будут тарифицироваться? Мы видим это как составную часть, ну, безусловно, затраты, связанные с техникой и с закупкой программного обеспечения, они сядут как интеллектуальная собственность и попадут в обычные затраты, но зарабатывать на этом отдельно мы не планируем. Хорошо, успокоили. Идем дальше. Сейчас переходим к Льву Кучеренко. Лев, скажите, пожалуйста, когда мы говорим о вот этой трансформации именно в транспортной среде, многое было сказано о том, что будет, что нас ждет. С точки зрения того, что есть уже сейчас, у вас отличный опыт у Майерска, здесь в цифре, скажите, пожалуйста, что это вам дает, какие возможности? Вы увидели реально, что там стало больше у вас участников рынка перевозок в связи с тем, что вы стали развивать цифровые сервисы? Насколько это коррелируется с тем, что больше интереса к этим перевозкам именно из того, что у вас есть сегодня цифровое логистическое решение, то самое умное решение? Спасибо. Для начала вкратце расскажу, что такое TradeLands. Это платформа, совместно разработанная в 2018 году Майерск и IBM. Нейтральная платформа. Собственно, как раз 2020 год показал нам при подсоединении таких морских перевозчиков, как CMA и MSC, о том, что спрос на такие цифровые решения только будет выше и выше со временем. Однако в основе своей, как уже и показали в своем решении коллеги из РЖД, лежит блокчейн-технология. Соответственно, любая информация может быть проверена, ее аутентичность перепроверена, а также сохраняется версионность любого документа, который имеется на самой платформе. Таким образом, есть хорошие примеры. Те, кто слышали о платформе TradeLands, вероятно, уже и слышали об исследовании на базе единой поставки авокадо из Кении в Нидерланды. Коллега из Майерск проследовал за этой партией товара от буквально плантации до полки магазинов в Нидерландах. И выяснилось то, что такая простая, казалось бы, поставка обувлекает в себя порядка 30 различных организаций, более 100 сотрудников. И эти сотрудники осуществили порядка 200 различных транзакций информации, причем зачастую, к сожалению, в бумажных носителях, что, конечно, является неэффективным. Соответственно, мы в своей деятельности стремимся создать экосистему, единый канал коммуникации, безопасной коммуникации, где каждый участник внешнеэкономической деятельности может коммуницировать друг с другом в рамках конкретной цепочки поставок. Соответственно, любой такой участник по мере взаимодействия с контейнером генерирует то или иное событие. Это может быть выпуск свободного обращения от таможни, это может быть погрузка на борт судна от морского терминала. То есть и происходит фиксация, да? То есть это произошло? Совершенно верно. Фиксирует участник, дальше идет цепочка. Совершенно верно, да. И таким образом все данные, вся информация доступна напрямую от первоисточника, от организации, что генерирует это событие, либо эту информацию в целом. И как раз таки с помощью блокчейна мы можем удостовериться в том, что эти данные никак не изменялись, они аутентичны и тем самым также способствуем минимизации каких-то дополнительных контролирующих мер, предпринимаемых нашими госорганами. И вот хотелось бы от теории к практике перейти. Хотел бы привести пример транзитного сервиса компании «Майерск» с участием двух морских доставок в Азии до порта Восточный и в Европе от Санкт-Петербурга до уже северо-европейских портов, а также ЖД «Плечо» от Восточного до Санкт-Петербурга. И иностранные компании, грузовладельцы зачастую сетуют как раз на нехватку той самой прозрачности и понимания, где же мой груз сейчас. И вот как раз в нашем случае ЖД-оператор подключился к «Трейденс», начал публиковать события «Точки» по маршруту движения ЖД-состава. И в таком варианте счастлив не только корейский экспортер, который теперь знает, где находится его груз в конкретном промежутке времени, но и сам ЖД-оператор, потому что теперь он получает планы от заказчика, в данном случае «Майерск», непосредственно задолго до того, как судно еще даже вышло из корейского порта. Соответственно, подытожу. Информация, все мы знаем, что это важнейший ресурс 21 века. К сожалению, им некорректно и, возможно, неэффективно распоряжались до нынешних пор. Однако с появлением таких платформ, как то, что сейчас разрабатывается в РЖД, такой платформы, как «Трейдланс», мы надеемся, что в руках самих участников внешнеэкономической деятельности сделать так, чтобы авокадо достигало полки магазина без участия 100 человек по всему миру. Это такая бесшовная технология. Лев, очень коротко, с точки зрения взаимодействия с РЖД, какой вы видите эту кооперацию, обмен какими данными и насколько действительно это упростит участие игроков? Здесь нам на руку, конечно же, координация двух, по сути, своей экосистемы. Экосистема, которую создает сейчас РЖД со всеми российскими организациями и участниками, и наше международное с участием, более активное, наверное, участие морских перевозчиков. Как раз таки мы в данном случае не являемся ни в коем случае конкурентами. Любая такая цифровая платформа может лишь партнерствовать друг с другом, обогащая данные, обогащая друг друга той информацией, которая доступна. На нашей стороне это будет, возможно, международное плечо, что происходит либо в стране отправление, либо назначение, в зависимости от того, о чем мы говорим, и в случае, наверное, для нас, как выгодоприобретателей от такого важного партнера, как РЖД, это, конечно, более четкая прозрачность всего, что касается железнодорожной инфраструктуры в России для всех пользователей платформы иностранных компаний. Лев, огромное спасибо. И наш последний спикер Валерия Селиткова, прошу подключиться. Валерия, когда мы говорим о таком сервисном продукте, как железнодорожная перевозка и мультимодальная перевозка, да, с участием других видов транспорта, мы очень много сегодня говорим о той самой цифровой составляющей. А нужна ли она, на ваш взгляд? Как она повышает вот эту вот, скажем так, лояльность клиента? Почему мы сегодня все так гонимся за этой цифрой? Может быть, им нужно быстрее ехать, качественнее ехать? И не надо ему понимать трекинг движения его там вагона и платформы, фуры? Не надо просто. Ему нужно, чтобы он там 13-го выехал, а 19-го был уже на месте, а все остальное его не интересует. Как вы считаете, цифра повышает сегодня, скажем так, спрос, да, на эти виды перевозок? Или она может быть просто таким, наверное, неким трендом? Ну, надо, потому что все делают. Давайте делать. Спасибо, Марьяна. Приветствую всех участников. И, наверное, в продолжении, так как мы сегодня говорим о проблематике, цифра сегодня, наверное, даже не обсуждается, нужна или нет. Сегодня, скорее, важно принимать ее как данность. Но вот составляющая цифровая в рамках сервисной составляющей – это, конечно, важная история. Я бы хотела сегодня поделиться нашим опытом транзитного продукта, где сервисная составляющая сыграла таким, я бы сказала, актумской бумажкой той проблематики, которую сегодня важно обсуждать на таких площадках, как ЭСП в том числе. ЖЕВКО в России участвует в развитии транзитного коридора с использованием морского плеча по территории Российской Федерации с лета 2020 года. При этом мы достаточно уникальны в том плане, что мы являемся дочерным обществом российских железных дорог. При этом у нас, конечно, есть огромная клиентская сеть как в странах Европы, так и в Азии, ввиду того, что группа компании ЖЕВКО – это мировой игрок в логистике. Учитывая наши опыты знаний в организации морских перевозок, мы сразу же поняли преимущество данного решения для наших клиентов сразу же после анонсирования планов правительства Российской Федерации о субсидировании коридора транзитного. Для того, чтобы предлагать клиентам готовое решение, мы, конечно же, запустили операционные тесты. При этом мы пригласили для участия в операционных тестах наших отечественных подрядчиков, причем всех, которые были доступны на рынке. Несмотря на относительную молодость транзитного решения, осуществленные перевозки, интенсивное общение с потенциальными потребителями продукта, сегодня уже нам позволяет формулировать ряд требований к продукту, которые необходимо выполнить для повышения его конкурентноспособности на мировом транспортном рынке. Для крупных грузовладельцев такое автоматическое принятие решения обычно строится на двух базисных историях. Во-первых, это стоимость транспортировки, то есть непосредственно цена фракта, максимально возможная частота отправок, другими словами, транзитное время. Во-вторых, это, конечно же, предсказуемость исполнения обязательств провайдерами транспортных услуг, то есть точность исполнения заявленных транзитных сроков, уверенность в возможности получения услуги по запросу, понятные незменные правила игры. Важно отметить и интересно отметить, что основной упор в коммерческой работе российских провайдеров на транзитном коридоре делается именно на стоимости транспортировки и скорости транзита по территории Российской Федерации. При этом в прошлом году с поддержкой субсидий от правительства, а в текущем уже мы знаем мировую конъюнктуру сегодня на рынке фракта, транзитному коридору пока что удается оставаться конкурентоспособным, с точки зрения ценовой, конечно же. А заявленные транзитные сроки также находятся на конкурентном уровне, опять-таки с учетом глобальной ситуации сложности с доступностью инфраструктуры. Однако второй блок факторов, именно сервисная составляющая, прошу прощения, где как раз-таки цифровые решения, это часть этой составляющей, получает меньше внимания в коммерческих предложениях провайдеров. Хотя с нашей точки зрения, эта сервисная составляющая является также ключевым фактором для принятия решений на стороне клиента. Хотела бы сразу же обратить внимание, что клиенты на данный продукт, они все находятся за пределами Российской Федерации. Отправки, осуществленные нашей компанией тестовой для международных клиентов, выявили ряд недостатков, устранение которых сегодня позволит повысить конкурентоспособность транзитного коридора. То есть это и многие уже участники нашей сегодня конференции говорили об этом. Это, конечно же, прозрачность ценообразования и документы оборота. Очевидно, что предсказуемость стоимости перевозки и возможность среднесрочного планирования в последние месяцы были осложнены общемировыми тенденциями. Вместе с тем, наши международные клиенты, в первую очередь, они, конечно же, отмечают сложность в понимании структуры ставки, а также различия в требованиях к пакету сопроводительных документов, что, конечно же, вызывает всегда даже сложности, так как мы выступаем буферами, объясните эти различия. Мы должны помнить, что основным конкурентом транзитного продукта сегодня являются морские линейные перевозки. Поэтому очень важно сегодня стандартизировать пакет наших документов, а также ценообразование. Либо, например, в принципе, минимизировать пакет документов. Как, например, для организации транзита по территории Российской Федерации требуются документы для оформления внутри таможенного транзита. При этом иностранный клиент, он покупает единое сквозное решение – доставку из пункта А и пункта Б. И транзит для него – это только часть перевозки. Валерия, огромное спасибо. Спасибо вам за этот понятный ответ. Я благодарю всех участников. Я понимаю, что помимо информации сегодня очень важный ресурс – это еще и время. Как и обещали, мы заканчиваем в 16 часов. Сергей Валентинович, ну получается, проблем масса. Решать надо. Задачи поставлены. Задачи поставлены. И не зря все-таки мы сегодня говорим о том, что родилась новая организация – Европейский союз перевозчиков. Безусловно, присоединяйтесь. Вопросы надо решать. Вопросы очень важные. Здесь не только тариф, не только скорость. Здесь еще есть технологии и цифровые решения. И как очень многие отметили ранее, что важно все-таки понимать общность, некую кооперацию. Площадка есть. Добро пожаловать всем, как говорится, подчинам. А там… Спасибо огромное, коллеги. И у кого еще есть время, и кто еще хочет поговорить, встречаемся в новой социальной сети Clubhouse. Обязательно на сайте. Заходите, смотрите и продолжаем дискуссию. Спасибо всем большое. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok